вышли прогуляться сегодня пойдем пойдем прямо сейчас до этого до поворота до до этого до конца туда за окулери до конца где турники спустимся вниз и пойдем вон там вдоль моря вот туда на косу наверно до конца же получается там она до морского пойдем примерно где за рим база есть спуск какой-то тоже есть эти отельчики не отельчики такие домики для шашлычницы стоят но там вот где посидеть да можно было да туда сейчас ту сторону далеко пошпирляем я забыл держалку с собой это все ветерочек прохладно не хочется камеру нести буду наверно кусочками подснимать что-то хотя вот сейчас там на берегу нара ветрища будет конкретный шумоподавление срабатывает но тем не менее нести в руках просто мы с игроком опять что-то интересную тему затронули про всякие эти духовно не духовные и как это выходит с какашками знаешь когда идешь думаешь какие-то тему ролика блин а тот это знаешь можно просто нарезать это штамповать мысли есть могут насилие над людьми произвести когда человек не способен еще принять это называется насилие над живым существом когда человек на определенном уровне находится вибрационном понимании поэтому для него это еще да через чур все ребятки дошпырляли мы до этого спуска идем это вот где я тренируюсь на акулим за акулим сюда в самом конце хмита внизу вот сейчас мы туда свернем в сторону оттуда в сторону чего морского до за турники туда дальше пойдем летом еще мы ездили семей туда на самокат правда тогда камера не было я ничего не снимал наверное камера была на лицах не снимал и внизу прям там где-то какой-то ров еще перекопано сейчас так посмотрим закопали чтоб туда не типа машины не ездили и такое да да мы так ездили нормально ничего сух по сухой погоде туда вообще отлично ехать кочек немного дорога достаточно такая ну как сказать проселочную катаны а до этого мы катались вот там верхом туда уехали в поля сначала а в этот же день мы уехали в поля там ну вот за этот блатной поселочек маленький туда уехали а там тупик какой-то смотрим сверху вниз как спуститься к этом обрыв же начинается ну и потом вернулись сюда и поехали здесь низом короче так катались катались километров 20-30 накатали и домой ну смог от конечно приятнее ты едешь что-то там туда-сюда где-то там поболтаюсь потопишь остановишься там конечно другой вид конечно не устаешь но пешком зато это кардио он ведь все горку нашли видишь и снег не нужен прям по земле можно херачить он сейчас на стартанет давай ништяк смотри даже заворачивает нет видал уже в это не вредством завернул еще колеса руль вывернул трамплинчик а вода не похоже съезжает съезжает все вот такой ребята у нас на море развлечения вместо снега вы санки санки главное горка не санки скатиться можно и на жопе т.д. у это у братика маленького ли сестренки скоммунизил пока спида так ладно сейчас буду зачехляться а то ветер короче уши дует крови ветер такой конкретный сегодня вот ребятки тут вот тут был ров закидан специально что-то машине ездить а теперь ведь его раскатали и это самая машина ездит а тут и тогда джипе ездили все вот ну и тут начинается такая дорога вдоль вдоль берега и камни тут всякие вот так вот такая вот вот здесь смотри спуск на спуске есть тоже тропинки на народ ходит а это не тропинка цлив но все равно тропинки есть какие-то местные ходят страны мы тут ехали просто на самокатах вот игры как так может блин этот едем на самокате нас пацаны велосипеде обгоняет но я я не люблю на самокате чисто вот по камням лазит летать быстро потому что ну во первых даже не колесо дни не восьмерка просто зачем нужно там резина оббивать еще так далее тоже когда все дорого стоит надо как бы все равно беречь правильно вот а потом пацанут на велике обгоняет нас а я понимаю вот он едет здесь пытается разогнаться еще быстрее и у него вот эти амбиции вот эти малолетнего они такие максимальные всегда я хотел крикнуть осторожнее типа ну как бы тут нельзя так ездить и вот как раз сейчас мы подходим поворот вот это дерево тут из-за дерева плохие обзоры всегда а летом тут еще зелень и он короче влетает в аналогичного велосипедиста вдвоем они или тот на на мопеде было летит такое короче пацана сбила здесь кусты ну дай бог мы подъехали тоже ничего не случилось нормально все вот так что нельзя гонять говорят как даже не знаешь правил дорожного движения ты должен понимать да да заранее предупредить притормозить потому что даже если там никто ну как бы никого нет но надо подразумевать что может быть правильно то есть это называется наперед думать и вот я считаю так что люди большинством своим наперед никто не думает мало людей таких которые реально наперед думают вот получается только у тебя все у тех людей которые наперед стараются просчитать подумать так далее просканировать подле еще раз пересчитать да это возможно не не всегда помогает но это больше вероятности что у вас любое любое делали что-то получится с максимальной отдачей эффективность выше будет всегда это как про бизнес да 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 давай игрок знаешь она должна так жестко тяжело стрелять в пластером вот местечко да да посидеть шашлыка туда-сюда трава уже есть да все эти вот эти листики будут от май у тебя велик же есть нет супруги тоже не до пока не мы можем просто сюда летом прийти там весь этот нибудь забито семьей там будет забит семьей посидеть камни конечно тут можно как-то скупаться аккуратненько да тапочка шашлыка мясо пожарим посидим да у меня маленькая палаточка есть палаточку поставим двухместные там или трех местных чисто от солнца ништяк хорошо вот именно ну просто как бы море есть рядом и подальше от людей там тоже очень много людей когда собирается некомфортная тоже знаешь одни лежат курят другие лежат пивандра надуваются третье там орут дети ты просто даже между собой не поговоришь вот поэтому таких местах прикольно да здесь даже мне кажется под любым деревом кидай кости нормально да вообще отлично сюда можно даже с ночевочка поставить палатку а у тебя есть палатка нет палатки боленка что то есть скажи я сразу буду исходя из этого в ролик планировать информацию не ну можно же по палатками тоже прийти а чё нет то эти спальные мешки с палатками да 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 не просто одному с семьей стрёмно потому что как бы понятно что там маловероятно иваныч вылазь иваныч ты никого там нет наш сторож моря ты чё ты гонишь то это просто кучка они домик там он выглядывает сонный где это с охранник вот этих всех шашлыков вынесли сария там закрыться вот сейчас будет 1000 просмотров скажи домик иваныча напишешь охранника моря все ты так рассказал уже место за планируешь просмотры тут ручей летом нам течет вода да у него тут ручей же это тут цветы распускается сакура да прикольно пресса сейчас все вот это сейчас фотку сделал и в нейросеть закинул там немножко подправил тут правоскарте ложь лежанку и сделал по чё там оп туда и спать сейчас это вот так сделан потом дом иванычка а может и есть там кто но плане это такой невидимый уже иваныч давно помер глянул в баню лучше сидеть спокойно пришли меня сейчас это как 5 отжимать будут там тёки из гоу прохни стоят снимают что-то блин смотри сколько дров на лето да я не уверен что конечно из них хорошие получится эти не но это деревяшки мне вот из корней хорошие будут эти угли корни всегда плотного в древесину на желтку надо с собой брать вот смотри сколько пожаловка это шторм когда был повыносить да 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 здесь не собирали а у нас по пляжу по нашему видали сеть какая смотрите это штормиком все повысить это уже не распутать прикинь тебе скажут давай распутаешь эти миллион долларов дам если ты все это распутаешь не бесполезно нож какой интерес есть специалист но вряд ли в ботинки чем ботинок а вот смотри нога свежий он рука да вот такие дри бревна на нашем пляже после урагана мужичок ездил дед какой-то нормально внедорожники приезжает спилочка ходит корень как раз подточил его выбрал подпелел кто топит что-то да да для баньки напилил он себе с бензопилкой приехал но он много набрал там прям дерева я с ним поговорю посвящала да 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 прикольно он за нами уже следят и тишина это дядька этот который там был все-таки выбежал на кого там нет никого игорек все видишь это нет ты там что-то видишь где там наверху но он я не вижу нет никого значит он тебе перекрыл зрение ты просто ты просто имеешь фантастические способности теперь тебя иваныч заколдовал иваныч ты же иваныча тоже видел я не видел ванте нет никого не вижу да он никого там нет ребят согласитесь никого нет белка не видно не но и лэй камера него логично если я на камеру показывал иваныча не видела не видели ли ребята а ты увидел его значит и кого-то там видишь игорек у нас теперь просветленный то 3 глаз третий глаз это надо было развернуться туда задницы к нему и посмотреть внимательно фу да смотри дров вообще охренеть сколько вот ребят собирайте приезжайте он даже часть лодки валяется чей такой да лодка какая сидушка это углепластиковая клееная ну да да это пластик тяжеленная это не такой пластик тяжелая так клееная этим свой за слоем вот это вот типа сетка да так и дело для пластика это не сетка это называется этот забыл формы делают под выливку любит бетона из нее это стеклосетка вот такая короче стекловолокно да она оборачивается вокруг там формы и сразу же заливается этим вот этой бакси эпоксидной смолой там сделаю яс карбон белого нет ну вот свои лодки наверно дают он плава тяжеленная сейчас пластик такой поднял ложный лодки да вот формы эти тяжелый бипец но они лучше чем металл не не прилипает волосите сколько ребят слушай о чем это вчера с тобой нам на лимане поплавки видали там это тоже на рассете закинуть около берега не стоит а люди свои эти у них лодки там стоят там эти как они колышки колышки мертвяки вот штена был бы конечно почище да еще лишь тоже кто-то взял резину чудо тут жёг он там тропинка к верху какая-то пошла да а чё там там тоже какое-то место посидеть ходили как-то потом там где-то сужается там военная часть как бы уже она вот здесь вот начинается там какое-то ограждение мы не доехали или там уже как часть ну как от римбазы а может военные спускаются к морю закрытая там как территория она это римбазная территория там охрана там может бензин соляна дерево это точно насыпало или это насыпали укрепили нет это бы это было дерево смотри как будто эти камни были вроде я уже не помню я помню здесь летом едешь это трава стоит это сока зеленая и мы вот сюда прижимались от машины проходящие мимо не нормально здесь прикольненько вот так на самокатике вообще красота ехать на велосипедах хорошо ездить кататься сюда мне кажется если игорёк тебе велосипед купить ты вообще не то что в есть ты в должанку сгоняешь что спичка назад велосипед я его откатал пять лет спортивный все убил его время и убил я его продал там 8 рублей был у меня хороший велосипед ну как хороший нормальный алюминиевые на дисковых тормозах угонял я на нем хорошо да тогда слушая чете я предлагаю просто сколько же можно поездку нам с тобой спирлять может нам с тобой велики купить ездить в этот по должанку и правда танки попутаешь ехать ветер будет напротив мы умрем да не ну летом вот раз выбрать смотрим там погода нормальный ветра нет можно съездить 50 километров крутить ну 45 до 45 тем более видишь там опасно дороги нет ну да вот в этом плане вот я я хотел на самокате не комфортно я хотел на самокате у меня он хватает на такое расстояние постоянные аварии летом да вот я боюсь обгоняют трасса узкая да 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 и очень не по мне можно полями коней никто знаешь не рад такому-то самокатчик велосипедист ну да никто не рад я будет жать согласен и потом какая-то ситуация я шибут да и все ну вот я вот по над должанкой а вот пешком можно до должанки прогуляться взять с собой рюкзак вот еще и это второй вопрос оппонента за пройти это я второй вопрос к тебе хотел задать знаю насколько там вода близко я да нет но мы можем докуда-то дойти до полигона доходил года два назад ну вот смотри пока было но бывало даже вот так вода прям к обрыву нам неизвестно может там море да да но кто-то мне рассказывал что ходил должанку так по низам но это надо брать ну можно дойти можно ошибиться смотри можно дойти исследовать дорогу где-то все равно если тупик там будет вверх выход заметить этот выход дайте пойти дальше полигон воронцов да там вообще как бы это нельзя ходить по низу я ходил а чё там пули свистели да как раз я пошел лёг там по видимо стрельбы были прям так знали он что-то 100 слушай ну да значит пешком идти 45 километров это примерно часов восемь девять ну да с утра вышел к вечеру дошел это такое но за один день очень тяжело будет поход нужен ну 889 это знаешь что это это если идти крейсерским ходом а если ты будешь останавливаться попить возвращаться где-то что-то посмотреть да по-любому а может быть где-то посередине с ночевкой придется остаться я тебе предлагаю сходить конечно такое брать рюкзачки брать какую-то еду подпитку углеводики не знаю что все равно дальше то можно ну как будто так-то морально не то вот я тогда ходил 35 км уже вот тут без бедрах прям ну ведь расскажу что они маска пропадает да 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 вот кстати нужен отдыха я потом отдыхал после этих 35 километров пару дней спал встал с утра чувствую еще нет ну можно как приключения сделать допустим не сразу все 40 40 я предлагаю вот первое что это вот час будет прям тепленько чтоб по кайфу обойти город для начала вот я ж так и делал по моему же дал жанки на полпути сесть и надо назначить не а зачем назад идти можем можем в любой момент ты же ты же находишь у меня телефон есть который звонит по всей россии могу такси такси вызвал приехал забрали но можно нет автобус вышел поймал не приедет приедет вот и на дорогу дойдешь вы не обрывы высоченный ты не выберешь она нет и на дорогу то выйдешь мы выйдешь назад вернешься выйдешь дорогу такая у тебя назад мы прошли километров 30 и умерли а нам назад уже 30 до хорошие или в должанку идти или назад умерли ты чё ты уже так легко умереть что ли я имею ввиду умерли плане устали ну значит остановились палатку разложили до перекусили поболтали по природе вот пойти нам с тобой по маршруту начинаешь маршрут снизу вот как мы шли с тобой по лиману но выходишь на чертся чуть дальше где мы выходили по чертся идешь до шоссейной и под шоссейной через этот армавирский рынок сюда на каменку и до пятака и на пятаке поворачиваем и завершаем город кольцов да где-то 35 километров чтобы понять сколько это тоже долго на будет иду я уходил как-то не пять часов году да нет но 5 кланчат спать и чем-то часа три счета мне 35 вот как-то померить надо надо я тебе могу по карте промерить на яндекс картах как я тот раз мы с тобой ходили вдоль лимана я аж потом промерил у меня получилось 13 километров ровно правда через дома срезал там и ты то есть если где-то мы там кривляли кривляли туда-сюда на километров 14 максимум подходим к этому разрезу ну где обрыв начинается и и вот этот скот скончается и вон домик там виде что-то морской вон ну и таки эти показывал него ты горишь нет а вот залека домик то или деревья не поэтому в камеру не видно для меня кромку но видно там вот вот сейчас ребята вот там вот это морского еще километра 3 ну да но нам еще метров а может больше мы сейчас уже вон ушли откуда вот видно нет что мы километра 3 прошло есть квот закончился вот здесь есть закончился ну короче от городка до морского вам у 4 километра всего не так и много по-моему 4 километра вот от городка просто когда домов нет кажется прям далеко то давайте ребят я буду монтировать этот ролик надо уж чтобы не быть голословыми я сейчас поставлю паузу себе чтобы отметить момент где это вставлю и сейчас у вас будет на экране карта где я это расстояние прям промерил от дома и до той точки куда мы сейчас игрим направляемся вот прям вот подробненько промерю на яндекс картах можно поставить там 50 точек по моему ну я так постараюсь там конечно без детализации вот и посмотрим какой сегодня вообще расстояние мы с игорем пройдем да я думаю немного чего туда туда обратно морского дайте ну сейчас посмотрим сейчас мы дойдем сначала сюда как говорится надо же начинать перед должанкой да 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 сразу сразу это перебор сейчас прям удач до акулевого рифа вот здесь не но здесь обрыва остался только в пологе такой трактора сделали трехъярусный видишь но это не срезали да нет до самого где ты живешь почти до свердлова точно и это было еще мне лет лет было 19 или 80 хорошо все равно сделаю до пологие и набережной красивые делали видишь да вообще бы конечно хорошо бы сделать всю набережную вот сюда вода представить сколько она уходили бы люди здесь я думаю здесь поле здесь дома можно строить я вообще планировал вот здесь узнать сколько земля стоит может здесь как-то краю начать к покупать здесь понимаешь здесь зона армейская рядом да и видимо эта территория как хера узнать там я дальше смотрю строится на тебе вот с краю вот а там или базная зона кс до нее еще пол там увидишь там зона колючка там военная зона единственное только знаешь что я тебе скажу вот здесь 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 шумно от этого аэродрома очень шумный аэродром видел да да и мы здесь есть был он там берег был вот но меньше песка было не было под песок под нам и лада вот вариве что переплет хорош уже пляж единстве только вот этот грязь говно бутылки ну ты люди таки сволочи грязи не осознанные пока что это не неосознанно будем надеяться это твари городские ситизены приезжают всякие вот эти им похеру они у себя срут прям там под ногами потому что эти люди когда-то поймут ждет как нельзя делать насрался будем будем а я буду осуждать я буду осуждать их и проклинать чтобы они сдохли твари поганые какие-то есть минусы у всех нет ты имеешь право высказать свою точку и осудить того человека который по отношению не даже не к тебе а к этой планете к природе делает говно который считает что все ему вокруг должны что за ним должны все убирать ему жопу вытирать это вот это называется гендерное воспитание когда мамаша 1 воспитывает ребенка мальчика или девочку там до не дает вторую мужскую половину а потом он залюбленный считает что мы все вокруг обязаны должны жопу вытирать и девочки такие же рождаются а в итоге чего приходит вот мусор блять на планете моя цель убрать у себя управлять собой так чтобы у меня не было отрицательных эмоций это цель человек они это для тебя есть дать наш такое понятие ты вот есть люди разные во первых по психологии мне вот допустим выпустить негатив и такой вот всплеском быстрый он мне знаешь у меня успокаивает там на долгое время вперед и я в принципе могу там быть достаточно долго спокойным а если я себе будет держать у меня вот этот колющее не состояние неприятное потому что вали волнение да не как сейчас скажет человека зачем мне штангу подымать и горюк 3 без штанги хорошо вот ему скажу как на тренируйся будешь чувствовать себя классно а может быть это другая моя тренировка кто сказал что твоя тренировка вот это успокоение и осознание и понимание как их свои умерить по планы лучшая тренировка людям надо тренироваться чтобы бутылки не кидать им надо понять нет не надо людей надо как сказала иосиф васильевич сталин расстрелять ну вот козлы блять поехали только что он проехали до кинули свежая бутылка вот они просто понимаешь они такие что в городе там есть служба убирающая они за ними жопу вытирать убирают мусор они мог научиться чирик бросить и тут же сразу подбегут его уберут за ними и здесь они также делают и дома они с руки в ботинках они спят что что-то и вот высказывается ты думаешь как как психологическое здоровье нет нет вот и горит пару я сразу сказал я человек негативист не от слова того что я негативен от того что я разбираю любую ситуацию с негативной точки зрения то есть если ты будешь надеяться на все самое хорошее самое лучшее если этого не настанет ты будешь со сломанными ожиданиями а когда ты от негатива рассматриваешь самые плохие ситуации и убираешь их оттуда то в будущем ты просто только со положительным встречаешься понимаешь я немножко с другой стороны подход имею то есть смотри я сейчас сказал так для того чтобы а те уроды которые не понимают этого сейчас они начнут пуканцев взрывать и свалят с канала б люди которые это понимают и у них хотя бы что-то это ёкнет внутри они начнут меняться в лучшую сторону понимаешь с плохой стороны в лучшую сторону меняются поэтому человеку не надо облизывать и вокруг рассказывать вот давайте разложим палочки в рядочек давайте сделаем вот это пошел он нахер пинком и под затыльником самый лучший эффект будет эти люди исправят а может быть игорек кто-то не испортится понимаешь это вообще то есть ты говоришь а всегда об одной стране эти исправится эти станут лучше а может быть кто-то не испортится понимаешь или иначе понимаешь жизнь она любого любому покажет и любого нет не всегда нет это больше глубокое заблуждение и живут эти уроды до 100 лет жизни пока я и и такие тупые они когда помирают это это классика это понимаешь статистика ребят мы очень дошли вот до этой херни где можно посидеть тут я лето все это платно естественно с ограждением тут собаки отбегают тут купаться можно свободно а вот здесь посидеть вот это все платненько ребят я надеюсь на мой канал подписываются ребятки и и ну как сказать кто имеет разные мнения да вот и как игорек мнение и возможно какое-то еще особое мнение но всегда надо думать о двух сторонах 50 на 50 в любом случае есть когда это значит есть противоположное не мир не делится на хорошее или плохое над доброй доброе и светлое какое-то и темное там светлое дырек короче из меня поняли все он не разделен нет игорек вот у тебя мнение что разделена а у меня мнение что он не разделен единое пространство понимаешь каждом хорошем я не веду я сейчас защитил тех надеюсь они у меня не разделен в этом но ты-то говоришь нет они козлы то есть есть хорошие есть козлы так я же раздель так я же не сказал что я про них не сказал что они как-то ну в этой ситуации я и я им дал знание же этот мир дуал карпетом просто обшили до половичком чем тепле тип становится ли пыль больше собирается сделали красивых пыльку побольше собирать ну летом да здесь пожарить отдохнуть можно а вот я палатка не надо палатку ну да но тоже знаешь там спать это мне больше чем палатка почему приехать чисто по бухаризме нормально а вот эти новый поставить и домик это вот это новый поставить до в том году появляться это типа мини гостиницы кому нет единственно тут может нет туалета есть там все внутри яму сделаешь у них да у них все есть там у них там биотуалет стоят bio bio это не ям это там эти жидкостью проведена значит ям она нет и кондиционер и штуба проведена сутка а куда наверно яма выкопана нет она смотри замыкается видишь ну вода есть а где у них вода откуда интересно вот душ лет вода вода по-любому на на бочки стоят я думаю что там внутри заряжается емкость с водой заряжается вот этот биотуалет и вот это когда уезжает там через несколько дней его чистят просто и все ну вот ребят если в морской наверное да по верху надо идти а низом уже там не подняться скорее всего а вот там в конце да я не устал вообще не каплю мы с тобой прошли сейчас я скажу сколько расстояние 6800 всего вообще ни о чем получается где-то из дома я вышел мы с тобой да ух ни хера себе вот она ребята в тему мусора вот вот сколько здесь в этом и птичка он валяется нормально а вот здесь хороший пляжик да вот эти люди которые это делают они тоже считают что у них истина они найдут видимо оправдание какое-то я думаю как думаешь но они они не будут искать зачем вам оправдываться но я не считаю что они настолько вы же выше нас они выше вот почему я почему ну да возможно каком-то если сейчас прижучить и в суду отдать они конечно же будут извиняться вот а это они это делают они делают вот получается не осознанно нет так я в чем-то прав значит я где-то и служу уже я их сужу уже понимаешь надо таких людей на землю спускать они еще они они даже у них них не то что нету духовности у них нету физического чтобы убрать с собой идти на землю понимаешь чтобы кого-то научить надо самому быть святым не обязательно не обязательно кого-то нет святые не судят игорек ты не судя понятие подменяешь на тебя смотрели и учились ты должен быть полностью бриллиантов либо судьей либо ты законопослушник потому что это было из века в век все это было и люди боролись и все равно это было и будет на какие сейчас люди твари это просто знаешь вот те которые были раньше вообще не читая там раньше другое было там сжигали ну и что это может быть намного лучше другое было что ходили и вырезали 7 зато более быстро и гуманная чем это вот забирался доскаке мог помню летом забрался страшно сижу такой то есть до высота нормально и вот он постоянно же отсыпается потихонечку все равно да а прикинь чапа бахнет здесь ложишься дошли не снег смысле ложишь летом коврик загорал матрасик брал зато тут людей никого чуть туда отходишь но на начале есть а тут совсем как это когда лжанка почти глубоко тут нет камней ну как не то что прям глубоко ну нормально песок и не надо ни в какую я все время говорю не надо ни в какую должен выехать народа вот приходишь на такси приезжаешь пускаешься с рюкзачками а тут жаришь шашлычок ну там просто шашлычок поинтересней что там деревца такое здесь видишь тут тени тени нет солнце оси вас найдите побегать умоли пульту поэтому пока рик сила почему ты считаешь что из природы ума вот гневаться потому что это про мучима веками мудрецами было ну кто такой мудрец для меня ну подожди горя сейчас ты сейчас все расценишь точки зрения тех знаний которые тебя есть литературы я тебя же повторял когда вот говорил там сходили о том что я все это пропускаю через себя как через призму плане пока что я здесь на этой планете нет пока я на планете ментальность вот то что ты говоришь там осознание себя духовность она не обязательно должна быть положительной или отрицательной ты просто должен вовремя осознавать свои поступки и и тоже да взять вот например момент с тем что раньше было нормой или допустим нет не это там какой-то в каком-то другом допустим мы измерение существует наша планета земля да вот мы там живем и и убийство там да или как называли бы чистка генофонда планеты вот таких отстойных людей это была бы норма абсолютная так за нее бы еще и платили я думаю что тебя сейчас здесь хвалили за то что ты там сто или тысячу человек убил таких уродов то есть но началось бы другое там превышение он сыпется видишь превышение полномочий превышение всяких возможностей и просто люди чтобы похвалили и заработали стали бы больше убивать да так и здесь вот эта соразмерность норма того что у тебя в голове осознание разрешает или не разрешает сделать какой-то поступок и является твоей духовностью она она рассматривается даже не к твоей личности прикладывается а к общей планете духовность планеты она как бы через тебя проходит и тебя вовремя останавливает говорит так вот здесь вот не переборщи вот это вот лучше не делать потому что кого останавливает она любое существо живое смотри на планету как на планете ну и войны вот я типа это говорю кого она останавливать вот эти они эти люди еще не пришли к этому понять они еще спят нет останавливает 5 в гипотетическом плане говорю сейчас не останавливать естественно а возможно ты не думал о том что планета думает но я не смогу контролировать такое большое количество 10 миллионов идиотов этих дай-ка я половину истреблю воинами или каким катаклизмами бахну разочек планета думает а люди сами виноваты в этом люди сами потому что у людей они не могут побороть понимаешь аватар который нам дан он гормональный аватар ты должен научиться в детстве с детства людей детей обучают это нельзя вот это плохо ты здесь разговариваешь а за физическое что люди решают а ты не думал о том что вот эти воины вот эта вся херня которая происходит это наоборот тебе высший разум дает вот эта духовность как сказать у каждого дерева бывают корни и не каждый корень питает это дерево некоторые корни от него питаются я с тобой согласен мы просто затронули разные темы понятное дело что планета это сим симулятор но духа понимаешь что и здесь все создано так чтоб каждый потихонечку понял что сколько можно погибать мне на войне сколько можно то и в этом симуляторе духа то есть ковка духа идет кажется да где ж она идет ё-моё все гады такие вот но не все кто-то начинает просыпаться и понимает шуля я уже не раз тут рождался был царем маньяком разным там загрязнителем планеты и потом понимает что слушать сколько ж можно в этой симуляции быть есть более интересная симуляция у него можно в этой симуляции сракет мой другую насрать это не ну ты уже попадаешь по 6 проходишь я все хожу смотрю на эти камни ты камешка не похожи как эти белый какашки поэтому здесь конечно люди создали такую среду войны это шлюди жадность коррупция гордыня красота поэтому здесь они есть и зачищают как это мой папа говорит люди зажрались скоро война будет извечный вопрос а зачищать но люди же это делают он же у меня вот идея была за еще с этим с каким-нибудь святым отцом поговорить но только не с тем который сейчас такие уже как тебе сказать заматерели а что с ними не интересно будет разговаривать я его быстренько переспорю на еду любой факты и так далее предположу даже на его языке какие-то нормы против которых он даже естество не скажет что происходит там на планете то сего конечно же большинство из них философы тоже имеют правильное там как сказать образование но большинство приняли уже другую сторону уже не духовно материальную как тебе сказать просто хотя бы эти люди они имеют другую точку зрения от моей умеют ее правильно донести вот в чем не в тебе нравится то что ты когда-то до посетил вот этот вот круг можно в кавычках сказать избранных как они себя считают и немного там прожив ну для себя тоже что очень много выводов сделал да то есть как бы сказать ну как тебе сказать вот большую книгу прочитал выноски там понесли есть полезные какие-то есть да остальное все просто пустословие и ты дальше это понес в другие книги эти знания там и жизнь свою стал наполнять потихонечку то есть если бы это через не прошло скорее всего ты можешь к этому не пришел бы они да ну каждого человека своя судьба правильно говоришь вот я не знаю я пытаюсь самостоятельно какие-то вещи получить кстати вот видишь опять же да не появился у меня я ты в моей жизни появился как будто товарищ какой-то который обсуждает эти эти вещи да и я стал много задумываться на всякие вещами то все и дело что нет такого как я ну как знаешь мы бывает берем на себя одеяло тянем что я не тот лишь да я появился круто информацию донес то есть само по себе ты не станешь сразу знаешь там как об они цветы или кем-то ты где-то будешь все равно черпать где-то тот черпал где-то понятно там а в итоге все это в нас есть внутри да но нам чтобы это раскрыть она сама по себе не торкнет я знаешь и ты стал с нимбом на голове приходит в определенный момент жизни это это да это поздно бывает рано это как это кармическая тема закон закон причина следственной связи то есть то что вот происходит с человеком с любым это его собственные дела его привели к гулять стрёмно так вообще но на камере на накаланда на камеры так не передаться на меня в тени его здесь немножко затемняет а вы они были километров 200 я постараюсь потом плагин наложить такой типа посветлее сделать конечно на все видео хотят не день как в этом день разгулялся как фильм этот интерстейл а да когда волна такая страшная данном планете там километров там несколько огромная такая сила вы здесь не шляпила в ней вообще не ну небо заголубела не знаю горят я как-то всему свое время не знаю почему почему у меня такое вот ощущение внутренние люди знаешь такие если осудят есть каждый молодец внутреннее ощущение того что где-то я там должен был далеко-далеко на руси родиться вот там может быть даже в более жесткие времена вот такой у меня какой-то характер он такой где-то жесткий очень слишком многие скажут у тебя про вообще а кто-то если его поймет характер он скажет слушай чувак ну ты правильно поступаешь вот такими вот именно как как наставничество как отцовство много там я то всего вокруг подчерпываю смотри а где-то я категоричен скажу скажу вот не хочу и все это и не мое это мир построен умом то есть характерами мир который мы видим пойдем по этому летит тяжело его правительствами всем вот этим там техногенные города власть и им ну вся вот эта система она построена на характер он просто идем а он тонет здесь вообще просто тонет ботинок а здесь нормально она не построена божественным сознанием она построена характерами которые за которыми стоит божественное сознание божественное сознание это вечная любовь понимаешь но так как характеры не дают человеку ты думаешь да как мне проявлять любовь ко всем меня раздают страх что тебя раздают и в итоге тебя сомнут и ты умрешь и социально и физически и вообще семью раздают если ты будешь так жить да тут вокруг мир же не строить и так каждый думает потому что характер не дает любить почему и был закон возлюби ближнего как самого себя в этом все характер он и построил этот этот мир такой как мы видим но мы пытаемся знаешь как изнутри сознание наше мы его улучшим мы скоро войны вот сейчас выберем какой-нибудь но там правителя и он сделает рай нам и вот мы ищем везде вину а мы сами сами каждый из нас это маленькая вселенная которая строит свой мирок и вот как говорит мир справедлив или нет так для кого как кто как воспринимает понимаешь когда ты спокоен для тебя все хорошо даже если кто-то плохо сделал ну ничего научиться но это очень сложно потому что ум и характер переданный нам через отцов матерей он не дает здесь были следы от немного они в одном доме они дальше пропадают непонятно сейчас вылезут выкараться вон они дальше пошли собака баскервилей извинишь я перебил горюк вошел в это в этот в роли в ритм это поток 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 когда знания имеются как в библии говорится вам дух да что говорить не думайте что говорить перед правителями я вам дам дух и он будет за вас говорить так я тебе говорю камеру надо не дух камеру ты будешь разговаривать с людьми через призму себя пропускать то что ты знаешь разговаривали которые нас слушают люди ну да вот я там сейчас с тобой познакомился общаюсь там где-то ваши люди людей нельзя насиловать информацией для некоторых это не будет очень гадостно знаешь как в библии написано полы не да они они горят горькую горькую горечь в этой информации да у мам не нравится с другой стороны коровы любят эту полы и потому что молочко становится сладкой она очень равнина там белка много или вот как иисус сказал не мечите бисер перед свиньями и не как сказать не давайте забыл я притчу это ну то есть бисер это слова любви там благая весь дал и горит перед свиньями это перед людьми которые перед они растопчет этот бисер и выплюнут его типа поэтому горит зачем люди не сожрели он об этом сказал не то что я вот зла я вот с богокольству и скажу так что иисус он не первоисточник этой информации а и для меня например он никакой не идол которым там каждому слову верить что я сказал а я бы сказал мечите бисер что пойти свиньи сдохли потому что туда надо немножко яду кинуть и все вытравить этих свиней понимаешь когда мы так говорим мы ими являемся видишься не факт мы имеем негатив негатив он не имеет любви вот знаешь как есть вот такой момент горит мы будем со злом бороться якобы теперь добро установить но ребята смотрите как может добро бороться со злом обожаю маяковского она сразу превращается в зло не может добро бороться ребят это просто это как знаешь фильм какой-то советский тоже сеть что вот на старых сетях можно нарезать поплавка это этот кстати его материал и в его его материал магазина нарезали то есть доброводом взять есть борются в системе бандиты а есть полиция там оперативные сотрудники и вот они друг друга валят и вроде бы как то добро якобы а это зло и применяют также пытки к бандитам по бандитски поступают и не раскалываются они и с тем же методом то есть по сути это одна и та же возня там волосы он лишь как вода близко подошла так не было раньше поэтому тут и мы пойдем до должанки мы можем не пройти тупо ну да ну или же может придется вон торчит да да мы сейчас наверх поднимем на подняться посидим там с тобой блин чай за верху можно пойти ну там трасса придется по на трассе прикольно по не поверку посмотрим сейчас решим все по страх по трассе я просто обратно ролик не будет снимать уже хотя бы ребятам покажу эту часть что вот такая вот при больной быть он видишь там раскол я валила до близко идем очень а тут же реально это завалит тонна упадет тонн их пойдет это же не выживешь даже земли просто да вот прикинь час идем а нам судьба так что иди и оглядывайся куда в воду рыбе нырнешь праведник ты не праведник придавит любого и горек пошли быстрее мне реально блять стрёмно да я вижу я тебе просто к тому что сколько секунд секунда 3 она падать будет хоть успеешь ты давать это бежать надо не давать или куда или нас берет или назад почему вперед-назад ну да не такая огромная ну да вот она к совсем недавно по вот совсем недавно и вот это скорее кусок тоже может сейчас упасть до бежали блять я реально те говорю ладно ребят давайте мы стартуем короче потому что уже опасно и мы очень близко под эту херню идем как бы не завалило блин я просто и в воду не хочу но лучше воды чем погибнуть и вон блять кусок смотри какой торчит это совсем недавно упала херня хотя в принципе смотри они недалеко долетели до потихоньку они скатились большими отвалами все равно опасно вот кого-то отвал да он по чуть-чуть падает а потом херок с большим куском смертельный обвал кого-то я на глину наступил смотри намотала она липкая ладно все ребят всем пока до новых встреч всем здравия мы с игорьком нагулялись много чего рассказали интересного кто-то обидится и уйдет с канала а кто-то подпишется где вот такого еще видите остальные блогеры просто по берегу ходят там суд дальше заходить а мы с игорьком собираемся в долгий путь поэтому готовимся до ребят рано я ролик закончил решил дозаписать еще решил дозаписать ролик а найдем дорогу мы короче мы вот теперь сверху это и обрыва этого идем близко подходить не будем обвалиться может трава хотя держит но все равно вот отсюда идем с пятачка и прям по полю фигачим без тропинки тут вот кто-то катался машины ездили всякие тоже ну дороге нету но можно ходить по ходу а чё пульт ничем не засеяно до трава какая трава какая-то может посеять попозже короче вот сейчас идем туда на уголочек на спуск на спуск а потом также вдоль берега низом пойдем до есть домой сейчас смотрю может еще ты еще сниму там будет что-то интересное скорее всего так показывает дорога ребят будете бродить ходить гулять вот конечно же большинство людей это не интересно будет смотреть хотя у тут такие просторы открываются красивые вообще шикардос просто тем более мы наверху тут я не знаю игорек чего подойдем краю да я просто не вижу где здесь край заканчивается там высота метров метров сорок опасно то что тут земля просто на краю с травой и все это может туда вниз упасть ботинок ток сточет еле очистил какая-то вот упала глины какая-то кусок наступила как говно привязла к ботинку как пластилин и не оторвать и не очистить все придется домой сейчас обтопчется конечно страну дома помой красочки смотрим дальше дошли мы с игорьком спуск вот на эту штуку все ребята все всегда снимают здесь вот там заходят а мы теперь сверху здесь никто таких кадров вам не даст ребят вот кто снимает никого блин хераси тут спуск конкретный так главное не наверно сигарок он как разбежался у меня вот и крутые четко вот теперь сверху мы все эти вот эти штуки для отдыхающих контейнеры для отдыхающих заказывайте прямо сейчас контейнеры для отдыхающих на весь сезон скидки звоните и это знаешь и подпись надо внизу пустить реклама сбербанка что тут не поставили еще диагноз побольше это меня удивляет почему верху здесь не поставили вид классный да укрепили бы здесь сделай такой а здесь внизу лифт раз такой лифтов спустился к море купайся было вообще классно кто-то территорию под выкупил эту под выкупил они просто сначала один арендовая поставили в никто не сказал 1 1 потом вторые потом третье поставили потом знаешь там вон он ходит там это мужичок потом все это дальше и дальше пошло пока не говорят а кому-то можешь в эту взятку дают ну и как сказать не взятку а это благодарность выписывают во ребят красота и начну сейчас еще проверять поехали ребята вот эту херню которая называла называется магия заката я забыл и просто название аура галактик отчет реклама релакс студия что-то там хрень какая-то ну короче магия заката называется пикник центр вот да с другой стороны вот этот как сказать это же все бесплатно только единственное домики которые вот построил кто-то здесь поставил до администрации от кого-то там лично они вводятся в платную эксплуатацию там я не думаю что долго это мангал тоже мангал там до дается чем там шампуры может быть дровишки дают какие-то вода и посидеть в беседочке также культур не чем ты будешь на улице валяться нет они все предоставляют можно просить конечно ну сколько тысячи полторы будет стоить на день вот аренда да нормально тоже нам может быть да может рублей 300 может а вон стоит мангал просто ну да домик не обязательно ну кто как отдыхается понимаешь вот кто-то хочет по культурному посидеть допустим там приехал 10 человек до нужно стол там где-то посидеть прибухнуть нормально вот пожалуйста место ну а если кто-то семьей привез палатку стульчики там туда-сюда до села все тупик уже ну там если дорога идет за что можем туда спуститься пойдем вопрос по верху пошли решили здесь это а игорю говорит мы тут сейчас это как партизаны наверно выглядим ходим что-то туда-сюда я говорю иди ты в россии паспорт не взял с собой а я взял у меня не не паспорт а социальная карта москвича я вам покажу этот мульти паспорт и сразу пошел дальше нахер нахер пошел да ребят да нет ну чего бояться если вы ничего не сделали плохого то конечно же вам не нечего бояться вы в пределах своей родины находитесь другой стороны конечно же гнилья всякого везде полно так и среди простых людей так и среди правоохранительных органов и где угодно так что это страна это люди иван степаны где живет пошел иван степаныч вала мелко это тоже колодец то что-то здесь тоже стояла давить колодец а густерню с того блять снимаем целый день ходим какие-то ямки такие что-то не не ну может кому-то интересно я бы допустим посмотрел бача посмотрел в нормальный дорогу смотри как ровненько сверху кто-то да на хорошей какой-то машине дарой икси бахать тут ну а может они от 4 на 4 она зелась конечно найду у нее не хватит мощь здрасте не возле подъемки и сюда заедет и спустится два раза это вот джип не проедет ни хрена видел есть соревнования не все заезжают там у арабов такие джипы а они вы заезжает да да не вам может за вот я ролик смотрел свои но заехать я ролик смотрел наш не увижу рейндж ровер не заехал этот бэха 5 не доехала до суз они с мощными движками просто крутящий момент выше а заехать не заезжают ни хрена они ванна она на низких оборотах очень хорошая ну какой нагло нормальный наклон а есть еще больше наклона заедет и она такая тут кусочками есть прям такой я видел этом соревновании там мало кто но они там заезжают вот это даже надо мощу такую иметь пришло там не мощность там оборотом разгон надо разгон да она легкая чё это ништяк когда вот я тебе же ролик где там она заезжает все эти машины не заезжают дорожья него она легкая за счет короткой базы и у нее вот этот она лучше ведет не уже не все него же есть него обычная 11 и 6 1 и 5 а есть четыре на 4 она полноприводная привод и у нее есть этот дифференциал стоит короче как у камаза а все полноприводные старые него вот эти наши четыре на четыре они вот именно нет у них были понижайка у нее да и за счет дифференциала нет некоторые у некоторых как у газ-66 стоят вот эти к одна сторона может крутиться независимо от другой вот за счет этого и повышается проходимость это технология была в советском союзе на военные придумана на газ-66 когда повесили поэтому потом машина самая лучшая стала блин самопроходимая по болотам где только не лазила таблетка у меня батя историю рассказывал про это же газ-66 работал в свое время на нем он же это только на грузовой всю жизнь катался он говорит мы я залез в болото ну там жижа болото прям уже по этому по стеклу по окну и он там бу-бу-бу-бу копается копается трактора давно сидят все там вот и он проплыл читай там за ним таблетка хорошая машина раньше скорой помощи до сих пор продается но таблетка до называли таблетка потому что ну медицин в медицине было до рафикал ну она такая есть зеленые военные так буханка это называется не таблетка таблетка буханочка буханочка да они тоже лазит хорошо проходимая а и тонуть нечем она как бы плавает до сих пор продают продают только сейчас она гниет он я смотрю мужики мужики купили за миллион купила она он это там швы такие здоровые проводите лапти и но они хоть бы сделали салон как-то блин так вот год и гниется там на ней но тяп-ляп но ее надо брать еще влаживать миллион я понимаю на 300 тысяч она стоит ну вот к потолок вообще 33 сотни чисто за металл там вот это сама и ценится раздатка технология вот эта тема да так конечно еще надо полляма я помню я помню мы с соседом ездили на рыбалку там один сосед купил себе такую буханочку у нас на поселке когда еще в рязань жил это гнилая блять мы едем на рыбалку где-то туда за аку уехали уже в леса шахминские а у нее через пол там дырка короче видно там трава херачит мы сниму блин грязь брызгать внутрь ну нифига про везде проехали вообще везде но в некоторых моментах стрёмно что она перевернется она так вот кренится прям конкретно ну ничего устойчиво мне кажется даже если она упадет ее поднять несложно так ребята продлил я вам ролик длинный теперь будет хотя они принципе я кусочками наснимал а чем я часто у нас не так нормально ну сейчас наружу пора заканчивать ничего новым не покажу же мы тут проходили теперь мы возвращаемся той же самой дорога уже видите и по низу пошли там и поверху теперь ведем километров туда до морского центра города грубо и сема это так ну я там середине ролика уже вставил ролик маленький кусочек сейчас я дом уже это смонтировал вы сейчас уже туда смотрели уже промерил расстояние прям вот то где мы там спустились поднялись там вот померил расстояние будет точное мне самого кстати очень интересно сейчас скорее вот там уже домой и все это монтировать думаю но по часам по часам 13 с половиной тысяч это где-то полторы тысячи выкинуть я там по дому 12 тысяч ну 10 километров ну до дома сейчас еще пока вернусь думаю 12 12 13 14 километров нормально как прошлый раз тобой до игорек примерно у нас тобой 15 километров маршрут это кайф кайф и майфы у меня у меня вот 18 мая будет где-то 22 наверно когда придем а вот но все ребят пока всем до новых встреч вот вам немножечко моря еще давайте до встречи в новых сериях завтра вот что-то снимаем там уже понедельник ходится от понедельник ладно тогда всем пока пока ребят и и и и и